Добрый день! Здравствуйте, уважаемые дагестанцы и гости нашей республики! В прямом эфире на телеканале РГВК Дагестан программа «Мой малыш» Программа о самом главном и дорогом, что есть у нас с вами в жизни Это здоровье наших детей Итак, сегодня в нашей программе прозвучат советы психолога для детей младшего школьного возраста Согласитесь, очень актуальная и очень востребованная тема Итак, я с удовольствием представляю гостя нашей студии Букина Жупара Жакимовна Психолог, нейропсихолог и дефектолог Мы приветствуем вас в нашей студии Добрый день! Добрый день! Уверен, что наши мамочки ждут ваших профессиональных советов, рекомендаций Вопросов действительно очень много И уважаемые телезрители, пожалуйста, прямо сейчас вы можете звонить и задать свой вопрос Нашему профессиональному психологу 69-44-76 Мы в прямом эфире 69-44-76 Задавайте свои вопросы Жупара Жакимовна, ну что, первый вопрос, да Скажите, пожалуйста, что необходимо учесть Как правильно помочь ребенку с тем, чтобы ребенок как можно мягче, гармонично адаптировался к школьному процессу, к образовательному процессу Пожалуйста Спасибо большое за вопрос На самом деле адаптация к школе и к учебному процессу достаточно многогранна Она включает как физиологические особенности ребенка То есть физиологический фактор будет присутствовать Психологический фактор обязательно будет присутствовать То есть это индивидуальные его особенности, акцентуация характера, психотип ребенка Насколько ребенок до поступления в школу имел опыт социальной активности И, конечно же, семья Как основа, первая ступень для того, чтобы ребенок развивал свои коммуникативные навыки Ну и какие здесь рекомендации? Рекомендуем что? Мы чаще всего рекомендуем в первую очередь, прежде чем идти в школу, хотя бы в течение первой четверти По возможности пройти общую психологическую диагностику на готовность к школе, на зрелость Это касается детей первых, вторых классов Дополнительно мы рекомендуем пройти нейропсихологическую диагностику Если ребенок, будучи учеником третьего-четвертого класса Испытывает трудности во владении навыков письма, чтения Трудности с концентрацией, с запоминанием Ребенок плохо ориентируется в пространстве, во временных интервалов И результаты данной диагностики помогут родителям выявить положительные качества То есть его положительные качества, исходя из особенностей нервной системы И опять же мы увидим те показатели, над которыми нужно будет поработать Диагностика, что имеется в виду? Диагностика это означает обратиться к профессиональному психологу, нейропсихологу Записаться на прием, ходить, посещать какие-то курсы? Да, в целом такая диагностика включает определенный комплекс методик И исходя из результатов, мы рекомендуем пройти комплекс занятий, мероприятий Которые будут включать игры, упражнения, групповые тренинги На развитие тех основных базовых психологов Жупара Жакимовна, сразу вам хочу сказать, что наши мамочки этого всего не любят Кроме того, за это нужно еще и платить деньги Поэтому мы и приглашаем к себе в студию психологов Для того, чтобы услышать советы, услышать рекомендации Конечно, да, есть случаи Есть действительно моменты, когда и учитель, и классный руководитель И сама мамочка прекрасно понимает, что здесь без посторонней помощи не обойтись Что надо обратиться к психологу, надо обратиться к невропатологу Нам нужна помощь Да, конечно, да Но в большей массе, в большей массе, да Все-таки, мне кажется, достаточно будет тех советов, которые сегодня, мамочки, услышать от вас Связанные с режимом дня Связанные с тем, чтобы как-то более плавно, более гармонично настроить ребенка Психологически его подготовить С тем, чтобы он себя чувствовал в школе хорошо, весело, нормально Чтобы он усваивал ту школьную программу, которую предлагают педагоги Сегодня в начальных классах очень приятно и очень правильно То, что школьная программа строится как бы в игре Очень многие предметы И дети это воспринимают очень хорошо Вот такой вопрос Значит, извините, что перебью Я немножко добавлю Значит, в первую очередь мы смотрим на то, как организован режим ребенка Вот, то есть это обязательно нужно учитывать, потому что режим – это основа удовлетворения базовых потребностей ребенка То есть это ранний отход ко сну Это ранний подъем Это правильно организованное питание ребенка Ну, это настолько важно, что, может быть, действительно разберем это детально Итак, давайте начнем с пробуждения Во сколько ребенку нужно встать? За сколько времени, за сколько минут до того, как он должен выйти из дома? Значит, в первую очередь я бы сделала акцент на то, что дети абсолютно все разные Есть дети импульсивные, гиперактивные Есть дети инертные, для которых нужно больше времени, чтобы собраться Есть детки, у которых будет проявляться слабость волевой регуляции, которым очень сложно одеться самостоятельно, почистить зубки, собрать постель Но большинство ваших коллег считают, что все-таки за час Вот за один час, вот как бы все категории, которые вы перечислили, в общем-то должны успеть Согласны? Согласна, но здесь многое зависит от мамы Если мама импульсивная, если мама тревожная, то она будет подгонять ребенка Это дополнительный стресс, то есть ребенок, будучи напряженным, собирается в школы И, соответственно, у него уже эмоционально-окрасовое настроение на то, что я пришел в школу получать знания, он уже исчерпывает Понятно, итак, первая рекомендация Первая рекомендация, будем ребенка за час до выхода из дома Вот один час, потому что надо сделать и зарядку, нужно и умыться, зубы почистить Вот, нужно привести в порядок необходимые вещи и позавтракать Завтрак Каким должен быть завтрак? Горячим или нет? В первую очередь завтрак должен быть Включая в себя белковую пищу, обязательно Низкое потребление углеводов, потому что все это может давать гипервозбудивность То есть горячее питание Да, 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 и если ребенок завтракает в школе, соответственно, можно как бы ограничиться каким-то бутербродом, который будет включать в себя жиры, белки А жиры, белки, бутерброд, да, ну, что касается каши, дети, конечно, не любят, но сейчас делают такие каши, которые, в общем-то, и дети достаточно легко и охотно воспринимают Поэтому здесь нужно идти на компромисс, нужно выбирать те каши, которые дети любят И хотя бы, я не знаю, там, 3-4 раза в неделю все-таки предлагать в меню, да, каши Это полезно, это должно быть приготовлено вкусно, вот, и мы, как родители, с легким сердцем отпустим, вернее, отведем ребенка в школу Конечно, и это обязательно должно быть с каким-то эффектом удивления То есть ребенок должен радоваться пище и по возможности, конечно, исключать параллельно гаджеты То есть не заставлять ребенка принимать пищу Понятно Очень часто родители задают вопрос, что делать, если ребенок, ну, первого, второго, третьего, четвертого, пятых классов Не едят школьную еду В таких ситуациях я рекомендую приобретать контейнер, ланчбокс и отправлять еду домашнюю с ребенком вместе в школу Чудесное, да, изобретение мирового образовательного процесса, ланчбоксы Вот когда начнутся родительские собрания, в принципе, родители могут договориться, да, договориться Давайте все будем, значит, детям класть в портфеле ланчбокс Вода там обязательно должна присутствовать Обязательно И сейчас идет такая тенденция, что многие дети на правильном питании Кто-то на безглютеновой диете, безказиновой диете То есть исключают молочные продукты И таким деткам очень удобно иметь свой ланчбокс и быть на правильном питании На лечебном протоколе Еще один вопрос, ну, наверное, он самый важный из тех вопросов, которые чаще всех задают родители Как привить ребенку чувство усидчивости Как сконцентрировать его внимание На учебе или на чем-либо ином Ну, нужно сконцентрировать внимание Потому как и родители видят Ребенок вроде учит домашнее задание, но в то же время крутит головой В то же время начинает отвлекаться Хватать какие-то предметы Понимаете, учитель в школе также замечает эти моменты И потом рассказывает родителям о том, что, да, ваш ребенок, он невнимательный Совершенно верно Пожалуйста, ваши рекомендации На сегодня это достаточно актуальная тема Потому что большинство детей Младшего школьного возраста Это те детки, которые имеют в той или иной степени Дефицитарность процесса внимания То есть что это? Это маленький объем, быстрая переключаемость, слабая концентрация Ребенку тяжело организовать свой учебный процесс, свое учебное место Он быстро переходит от одного задания к последующему И такому ребенку требуется индивидуальный контроль извне Вот, в первую очередь То есть родителям нужно сидеть рядом По возможности сидеть рядом Но не домоклов меч в руках, да Соответственно, замотивировать ребенка То есть мотивация это что? Чтобы ребенку было интересно Что он понимал, для чего это Если мы видим, что ребенок импульсивный, гиперактивный И ему тяжело дается, допустим, письменная работа То мы ограничиваем вот этот временной интервал То есть на какие-то небольшие промежутки По три минуты Три минуты пописал? Хорошо, встань, походи Еще садись Три минуты пописал, почитал? Встань, походи Можно использовать балансировочную подушку Такую вот, то что мы используем в нейрокоррекции Когда мы ставим ее на стул ребенку Он немножко покачивается То есть идет такой некий баланс Включается его произвольность И ребенок легко выполняет задания на усидчивость Надо ли убрать из комнаты ребенка Вот там, где он учит домашние задания Все отвлекающие предметы Игрушки Какие-то вещи, которые ему нравятся Которые он любит Вот все это убрать Или все-таки как-то по-другому Концентрировать его внимание Ну вообще, конечно, личностное пространство ребенка То есть его детская комната Она должна быть максимально организована Под самого ребенка Это его пространство Если это ребенок у нас Гиперактивный, быстро переключается То, соответственно, здесь важно Систематизировать его игрушки Конструкторы отдельно Кубики отдельно Машинки отдельно То есть не все в кучу в один контейнер Потому что ребенок и так не усидчив Все рассеивается Он вот это рассыпает все Все это лежит Много-много ярких стимулов дополнительных И ребенок просто не включается Соответственно, учебное пространство То же самое То есть у нас книги отдельно Тетрадки отдельно Там стикеры, фломастеры Все по полочкам, по контейнерам Понятно Вот мне понравилось то, что вы сказали Это процесс, где вы, родители Это не домоклов меч, да? То есть родители не должны сидеть рядом с ребенком Как какой-то... Как надзиратель Как наказание, как надзиратель, да? Вот здесь это принципиальная вещь Конечно, может быть, мамочка действительно устала Возможно, ей как-то очень не хочется этим заниматься Совершенно верно Причин много Но, дорогие мои, здесь нужно встать перед зеркалом И сказать самой себе Кто в соседней комнате? Это мое счастье Это мой ребенок, да? Это главный человек в моей жизни И поэтому нужно прежде всего психологически себя настроить Да, быть готовой маме А потом с улыбкой, дорогие мамочки, с улыбкой Сесть рядом с ребенком, поцеловать его, обнять его И вот вместе приступить к изучению домашней работы Совершенно верно И дополнительно я бы порекомендовала такого ребенка Показать врачу-неврологу По возможности провести электроэнцефалографию головного мозга Посмотреть зрелость мозга Исключить неврологический статус ребенка Ну, это в тех случаях, когда... И, может быть, подключить медикаментозную терапию Да, да, да Ну, это в тех случаях, когда что-то не получается Это в тех случаях, когда, я не знаю, усилия родителей Усилия психологов Усилия школьных учителей, да, классного руководителя Вот это ничто не помогает Вот в этих случаях, когда действительно нужно обращаться к специалистам Но, но мы уверены, моя программа уверена И я уверен, что мы обойдемся без профессиональной помощи Неврологов и нейропсихологов Которым нужно платить много денег Мы обойдемся сами, своими силами Своей любовью, своим отношением к нашему ребенку Я думаю, что все будет хорошо Но только, только, очень важно помнить Терпение Терпение и труд все перетрут Нужно терпение Если будет терпение И если будет настойчивость Все, результат будет И ребенок будет прекрасно учиться Прекрасно будет себя чувствовать И прекрасно, хорошие, даст результаты Мы продолжаем нашу программу Скажите, пожалуйста Вот если у ребенка есть какие-то любимые привычки Да, значит, может быть Ходить на какую-то спортивную секцию Или, может быть Посещать какой-нибудь кружок В том случае, если он отстает В том случае, если он не успевает Надо ли бросать любимые кружки и любимый спорт Я бы здесь предложила бы Что-то выбрать в альтернативе То есть В силу раннего незрелого возраста ребенка Ребенок не может Сто процентов сказать Что это мой спорт Я готов ходить там Годами на него То есть Есть вероятность того, что он просто надоест Он устанет Тогда родители что делают? Дают выбор ребенку То есть Походили на карате Не понравилось Хорошо, давай походим на теннис Походим на плавание И здесь очень важно Чтобы родители не навязывали свои амбиции То есть Обязательно обращали внимание На нейрофизиологические, индивидуальные особенности ребенка Если ребенок допустим инертен Если медлительный То такому ребенку очень тяжело будет даваться активный спорт Понятно Но если ребенок Если ребенок все-таки что-то выбрал И если ребенку нравится какой-то вид спорта Или какой-то кружок Мне кажется, что все-таки бросать это нельзя Ни в коем случае Потому как ребенок выбрал Ему нравится этим заниматься Но если ребенок одновременно Не успевает по математике По русскому языку Если у учителей претензии по чтению То здесь нужно поговорить с ребенком Он же уже взрослый человек Он школьник Он уже совсем Он перешел в иной статус С ним надо поговорить И сказать Что если ты будешь и дальше отставать По основным предметам А это главное Все-таки школа главная То тогда нам придется пожертвовать Одним из твоих Увлечений Для того, чтобы больше время Уделять предметам школы И здесь ребенок должен принять Уже самостоятельное взрослое решение Если он не хочет потерять Любимые занятия Значит ему придется Больше уделять внимание Основным предметам И успевать делать все Согласны вы с такой методикой? Ну в какой-то степени я согласна Но нужно учитывать Все-таки дети младшего школьного возраста Это детки эмоционально незрелые дети И у таких деток чаще всего Наблюдается как раз таки Незрелость эмоционально-волевой регуляции И им очень сложно взять так осознанно Сто процентов сказать Что хорошо, я согласен Все равно это будет проходить Через какие-то конфликты В системе отношений с родителями То есть ребенок может проявлять Негативизм, протест И отказываться То есть ходить на любимый спорт Либо наоборот Отказываться бросать его Здесь было бы хорошо Организовать щадящий режим Для такого ребенка Щадящий режим Совершенно верно Понятно Ну безусловно, да Нужно все-таки помнить О том, что перед тобой ребенок В общем-то ему всего 7-8 лет И поэтому, конечно же, все-таки Это все-таки ребенок И раз мы говорим с вами об адаптации Первый месяц Первый месяц Даже, может быть, первую четверть Я всегда рекомендую Чуть ограничить спорт Чуть ограничить Чтобы ребенок погрузился В учебный процесс Погрузился в эту систему отношений Понял, распознал свою внутреннюю мотивацию И внешнюю Для чего мне нужна учеба И, быть может, где-то Проработал бы свои Те недостатки В плане освоения навыков Письма, чтения В общем, я понимаю вас И вы знаете, в значительной степени Я принимаю ваши аргументы Поскольку, да В общем-то, какие-то игры Компьютер Какие-то отвлечения Но, да, ему нравилось Но все равно это отвлечение Все-таки вы правы в том Что начальная школа С 1 по 4 класс Это база Это фундамент Вот как мы начнем учиться Как мы начнем успевать Так и пойдет и дальше Средняя школа И старшая школа Очень важно Чтобы начальная школа С 1 по 4 класс Привить ребенку Вот все эти навыки О которых вы говорите Совершенно верно То есть не отбить желание К учебе То есть чтобы у него была мотивация Не избегания неудач Как чаще это бывает То есть ребенок боится оценок Боится там признаться Что у него что-то не получается А чтобы была мотивация Как раз таки достижения успеха Вот это чрезвычайно важная вещь И это строится на базе доверия То есть ребенок должен чувствовать Безопасность Безопасность в системе отношения С родителями Он должен проводить Этот доверительный мост И знать что В какую бы ситуацию Я не попадал То есть я чувствую опору Со стороны родителей Значимых близких Мам и пап К сожалению К сожалению Вот этот страх К сожалению Боязнь отца Боязнь наказания Да К сожалению Вот этот самый Дамоклов меч О котором вы говорили Он к сожалению Присутствует Ну у нас Совсем недавно Произошло два случая В период экзаменов Когда в общем-то Дети совершили суицид И только потому Что они действительно Боялись наказания Они боялись Того что Они подвели своих родителей Одним словом Одним словом Лучше все-таки Строить взаимоотношения Именно на доверии Совершенно верно На доверии То есть ребенок Родитель должен Присматриваться К своему ребенку Если он видит Что ребенок Не желает ходить в школу Не желает есть в столовой Общее питание То есть отказывается У него трудности С коммуникацией С ребятами То есть он говорит У меня нет друзей То что-то происходит не то В жизнедеятельности ребенка Надо разбираться Совершенно верно Надо разбираться Нужно обязательно смотреть на его Психоэмоциональный фон Его состояние Всегда есть причина этому Конечно Безусловно Да На все эти моменты Нужно Нужно обращать внимание Важный вопрос Очень важный вопрос Скажите пожалуйста Как можно заметить Как можно выявить в ребенке Какие-то способности Сейчас это очень модная тема Я вижу вы улыбнулись Да Многие родители знают о том Что в Сочи построен целый город Целая республика под названием Сириус Сегодня для талантливых способных детей Предоставляются уникальные возможности Но это очень редкий случай Когда ребенок проявляет талант Способность Да Ну вот пожалуйста Менделеев Капица Ландау Ломоносов Бах Бетховен Чайковский Это талантливые Гениальные люди Но в каждом ребенке Тоже есть способность И очень важно Выявить Выявить эту искорку Как это сделать? Ну в первую очередь Я бы порекомендовала Все-таки Проконсультироваться с психологом Пройти общую диагностику Посмотреть Уровень развития Когнитивных функций ребенка Память его Как он запоминает Как он распределяет Как он Насколько он усидчив Уровень мышления То есть невербальный интеллект Мы обязательно проверяем Аналитическое мышление Если у ребенка Очень хорошая логика Соответственно Такого ребенка Прекрасно можно Ответить На шахматы Шахматы Да Совершенно верно Прививать Именно вот интеллектуальные Да Виды Нет Не только Если мы видим Что ребенок Не усваивает Гуманитарные предметы Но при этом Он активен Он легко К точным наукам Совершенно верно И он легко Берет любую нагрузку То есть он готов Постоянно работать Физически То есть это Будущий спортсмен Да Дорогие родители На самом деле Все психологи Они считают Что одно из Всем родителям Нужно быть Нужно быть На постоянном контакте С классным руководителем С учителями И вот Классный руководитель Учитель Который Преподает Вашему ребенку Он должен Заметить И он Заметит это С радостью И он скажет У вашего ребенка Способности К точным дисциплинам Или может быть К гуманитарным дисциплинам Да Совершенно верно И как правило Это проявляется Чаще всего В начальных классах В начальных классах Да И это нужно развивать Именно в начальных классах Пожалуйста Дорогие родители Не пропустите Этот драгоценный момент Когда ваш учитель Отметит Какую-то способность К какому-то предмету Ну в нашей стране Я хочу сказать Что сейчас Создаются Супер уникальные Возможности Для таких предметов Как химия Биология Физика Математика И Айти технологии Ну это уже Старшие классы Безусловно Но Не только старшие Вы знаете В младшем Школьном возрасте Дети прекрасно Сейчас Могут ориентироваться В системе Айти Гаджеты Компьютеры Но есть небольшая разница Необходимые знания В программировании А дети Они пользователи Они играют в игры Это не тот компьютер Это не те Айти Айти знания Которые Нужны Нужны ребенку И понадобятся Именно в программировании Поэтому Как мы и запрещали Как мы и будем Рекомендовать Ограничивать Время у гаджетов И компьютеров Так мы и продолжаем Это делать Но в средних классах Когда ребенка Будут в школе Уже знакомить С элементами Программирования С элементами Более углубленного Знания Компьютера Вот тогда Начнется Вот этот Уникальный Уникальный процесс Пожалуйста Не пропустите Все это Это действительно Очень Очень выгодно Показывают Что К сожалению Вот время Нашего Прямого эфира Практически Завершилось Спасибо вам большое Спасибо вам большое Хорошие Интересные Ценные Рекомендации Прозвучали Я думаю Что наши родители Обязательно Это учтут Ну а на этом У нас сегодня Все Уважаемые телезрители Это была программа Мой малыш Пожалуйста Берегите себя Свою семью Свой семейный очаг Будьте счастливы И здоровы Всего доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова